Привет, с вами снова Стелла. Сегодня мы продолжим говорить на тему планирования, личной эффективности, как все успевать и делать больше дел. Некоторые из вас, наверное, уже видели мои предыдущие видео, которые были посвящены системе планирования BulletJord. Но сегодняшний выпуск будет не про эту систему. Вообще, сегодняшний выпуск будет полезен любому человеку, который использует какие-либо средства для планирования дня и личного времени. Причем совершенно не важно, какими способами планирования вы пользуетесь, будь то бумажные носители вроде вот такого, либо электронные какие-то носители, программы и так далее. Для всех этих типов планирования подойдет то, о чем я сегодня буду говорить. А говорить я буду о таком подходе к планированию, который называется Getting Things Done, или сокращенно GTD. Сама эта система существует уже более 10 лет, и на Западе у нее очень много поклонников. Если вы где-нибудь наберете хэштег GTD или просто погуглите на эту тему, вы поймете, что полмира уже пользуется этой системой. Им пользуются многие успешные предприниматели, директора и президенты компаний. Ну а если эта система подходит для людей такого плана, я думаю, она подойдет и нам с вами. Небольшая заметка для BulletJournалистов. Если вы сейчас смотрите это видео, и вас хватило паника, что Стелла вдруг буквально через месяц начала рассказывать про новую систему, то нет, не пугайтесь, это не новая система, это просто базовый подход в планировании, который не говорит о том, каким вам методом пользоваться. Когда я перешла, например, на систему BulletJournal, это не значит, что про систему GTD я забыла, я просто стала применять ее принципы, используя бумажные ежедневники BulletJournal. Но об этом я расскажу в конце видео, так что смотрите. Итак, как я уже сказала, GTD Getting Things Done – это система планирования, которая вносит некие базовые принципы, как сделать так, чтобы все успевать, чтобы все делать более эффективно и при этом чувствовать себя не загруженным делами, а расслабленным, спокойным и сосредоточенным. Сама система очень простая, она не предполагает каких-то сложных схем или моделей планирования и основывается на обычных списках дел. Но тут самый главный подвох, точнее, самая главная хитрость. Каждый из нас, я думаю, хотя бы раз в жизни, а скорее всего и не раз, оставлял списки дел. То есть мы брали чистый лист и в столбик выписывали туда все дела, которые нужно было сделать в ближайшее время и добавляли туда то, что появлялось по ходу, вычеркивая какие-то сделанные дела. И вот система GTD, она тоже основывается на списках. Но главный постулат GTD говорит о том, что если вы составляете такие длинные, огромные простыни в списках, куда записываете все подряд, начиная от того, что, не знаю, купить капусту и заканчивая позвонить маме или подумать над идеей такого-то проекта, и все это у вас на одном листе в огромном списке, то это неэффективно. И дальше я расскажу, почему. Такие списки дел, особенно когда они становятся огромными, вырастают на большое количество пунктов, скажем, больше 10 или 15, они начинают нас отпугивать. Даже если мы об этом не думаем, посознательно мы все равно воспринимаем такой список как некую такую абузу. Дальше, если вы занесли туда, не знаю, 20 или 30 пунктов, то каждый раз, чтобы прикинуть, что вам нужно сделать сейчас, вам нужно проходить такой список, пробегать его глазами и выбирать то, к чему вы приступите сейчас. Вы сами не замечаете, как тратите лишние силы на то, чтобы каждый раз проглядывать этот список, пусть даже это несколько секунд, но вам придется это делать неоднократно, посматривать его, что-то вычеркивать, и каждый раз вам нужно будет с этого огромного списка принимать решение, что делать следующее. И вот этот момент просматривания и особенно принимания решения, пусть даже это какое-то маленькое решение, оно тратит большое количество нашей энергии, потому что считаете, что у нашего мозга есть определенный лимит того, сколько решений в день, неважно больших или маленьких, нам нужно принять. И, соответственно, мы этот лимит расходуем тем, что принимаем решение о том, какое дело делать в следующем. Наверное, то, что я сейчас говорю, для кого-то прозвучит нелепо. Ну что значит тратим силы, решения? Ну поверьте, что это так. Так вот, для борьбы с такими огромными, пугающими списками дел, GTD предлагает такой подход. Вместо одного списка вы будете вести несколько списков. Но заранее не пугайтесь, не думайте, что вести несколько списков – это еще сложнее, чем вести один большой. На самом деле это не так. Все те дела, которые у вас могли попасть в огромный список, они будут сгруппированы по смыслу. Какие группы могли бы здесь получиться? Все те дела, которые связаны с тем, что надо что-то купить, что я, например, все время забываю купить, я записываю на отдельный список, который называется «покупки в магазине». Дела, которые связаны с тем, чтобы напомнить какому-то человеку, прислать им какую-то информацию или какие-то дела, что я, например, жду ответа от кого-то о чем-то, я записываю список, а жду ответа от висячие дела. Например, поменять батарейку в часах или отремонтировать ремешок на часах. Я все время его записываю в список дел, но поскольку это дело, которое я и так уже не могу сделать два месяца, оно только этот список отягощает. Поэтому все вот такие дела, которые давно-давно у нас накопились, я вообще записываю в один список. По-английски он, кстати, называется «Nagging tasks». Какой еще, например, список тоже очень полезно создать. Расскажу вначале про свой пример, а потом для ясности переведу его в формат жизни какого-то нормального человека, не человека, живущего на Бали. Например, когда мне нужно съездить в другой район Бали, в Ченгу, то там у меня могут появляться какие-то дела. Езжу я в этот район нечасто, например, там раз в неделю или даже реже. И обычно, когда я оказываюсь в этом районе, я потом хожу и лихорадочно не могу вспомнить, а потом, только уже вернувшись домой, я думаю, блин, я же хотела вот это и то-то сделать. Для того, чтобы это не произошло, я все эти дела записываю в список Ченгу. То есть, все, что относится к тому, что когда я окажусь в этом месте, мне там это нужно будет сделать. Если бы это было в большом списке, то представьте, оказавшись в этом Ченгу, пришлось бы просматривать весь большой список, что относится к этому месту. А если вы его выделили в отдельный, да, вот такой географический принцип, то это гораздо проще. Как можно это примить, да, для, там, обычной жизни в городе? Например, можно создать список по дороге на работу или по дороге с работы. Вам нужно сделать какие-то дела, там заехать, например, там сдать что-то в ремонт, или заехать, там, заплатить за свет, ну, какие-то такие вот задания. Соответственно, когда у вас есть такой список, выезжая с работы, вам проще всего, да, не просматривать все дела, там, на день, на месяц, ну, что-то, вы просто открываете свой этот списочек, и у вас там написано, что вам нужно сделать, этот список будет гораздо меньше, вы потратите гораздо меньше на его просматривание, и, в общем-то, у вас перед глазами будет все, и вам не нужно быть лихорадочно думать, что я еще хотел сделать, когда я поеду с работы. Такие географические списки могут быть применены в таком моменте, как дома, да, то есть какие-то дела, которые вам нужно сделать, когда вы окажетесь дома. Или, например, там, какие-то дела вам нужно сделать, не знаю, на даче, например, да, когда вы окажетесь на даче. Причем, что, кстати, интересно, что есть достаточно большое количество программ для телефона, ну, всякие списки туду, да, списки дел, которые будут вам напоминать об этих делах, когда вы окажетесь в определенной географической точке. То есть, например, вы можете поставить в настройках свою локацию, да, вашей работы, или локацию вашего дома, и тут, в момент, когда вы оказываетесь в этом месте, у вас будут высвечиваться упоминания только о тех делах, которые относятся к этой географической точке. Довольно-таки прикольно, как мне кажется. Какие еще могут быть вот такие вот отдельные списки дел? Причина того, почему удобно структурировать вещи по спискам, в первую очередь заключается в том, что каждый из этих списков, он будет меньше, чем если это был Багдин, огромный, да, на весь там лист А4 список, и вам проще его просматривать. Плюс у вас нет необходимости просматривать каждый из этих списков каждый день. Вы можете их просматривать тогда, когда вы окажетесь в определенном месте, если это географический список, или когда вы окажетесь в определенной ситуации, или когда оно, ну, как бы требует необходимости. Плюс такие списки, поскольку они по темам, они вас очень фокусируют. Решили, да, сейчас я вот поделаю все дела, связанные с таким-то проектом. Вы открываете этот проектный список и просто по пунктам смотрите, да, и реализуете. Если бы это все было бы в одном едином списке, то вам каждый раз нужно было бы перепрыгиваться на он, то вам не нужно делать лишнюю работу. То есть вы эту работу произвели в самом начале, когда вы все разделили по нужным группкам. И работать, и мотивировать себя делать какие-то дела гораздо проще, когда у вас уже сделана вот эта подготовительная работа. Итак, я сейчас долго и подробно рассказывала вам о том, какие можно сделать списки и как с ними обращаться, как реализовывать дела из этих списков. Но вы, наверное, все это время задавались таким вопросом. Ну зачем Стелла записывает себе в список дел, что ей надо купить батарейку? Ну и так это все понятно, и так это можно держать в голове и просто при случае это купить. Либо зачем записывать книги, которые вы хотите прочитать, или фильмы? Ну неужели прям так сложно запомнить, какую книжку вы хотите прочитать? Так вот, второй постулат системы GTD заключается в том, что когда вы записываете все дела, вы освобождаете свой мозг. Я думаю, все вы понимаете, что наш мозг имеет определенные границы и лимиты. Например, он имеет некоторые лимиты того, сколько он информации держит в памяти. И чем больше информации вы туда засовываете, тем больше шансов, что какая-то информация будет забываться, потому что ее место будет занимать другая информация. Если вы хотите быть ответственным человеком, который не забывает про свои дела, либо не тратит силы и энергии на то, чтобы лихорадочно вспоминать, а что там я еще пыталась сделать, то эта система для вас. Вторая фишка заключается в том, что если мы ресурс нашего мозга в первую очередь по максимуму использовали для того, чтобы он что-то помнил, что-то запоминал, чтобы он держал в памяти все те мелкие, большие и разные другие дела, которые нам надо сделать, то мы поступаем немудро. Потому что наш мозг нужен нам для того, чтобы думать, чтобы придумать какие-то новые вещи, чтобы решать какие-то задачи, чтобы находить какие-то решения. Если мы хотим, чтобы наш мозг более эффективно работал, концентрировался, фокусировался, решал какие-то задачи, делал какие-то вещи, то мы должны этот ресурс для этого освободить. И не занимать запоминанием какой-то информации, которую можно просто записать, и она у нас сохранится. То есть система GTD предлагает вам перестроить свой подход к тому, как вы используете свой мозг. Перестаньте использовать его как хранилище информации, а используйте его как двигатель, как процессор, который работает и создает какие-то продукты мозговой деятельности. Третья причина, почему эта система GTD, записывание дела, структурированная информацией по группам, почему она работает? Потому что когда вы, ваш ресурс мозга используете для того, что-то запоминать, для того, чтобы держать это в голове, то и когда количество дел переходит все пределы разумного, то вот все вот это ведет к тому, что вы стрессуете свой организм. То есть вы его раскручиваете и заставляете работать на таких повышенных оборотах. Все это ведет к тому, что вы не чувствуете себя спокойным, сосредоточенным, сфокусированным человеком. Вы чувствуете себя белкой, которая крутится в колесе. Я не знаю, бывало ли такое у вас, но у меня часто бывает, что когда у меня очень много проектов, у меня начинается такая паника активности. То есть я понимаю, что я не могу ни о чем думать, ни о чем сконцентрироваться, просто потому что очень много дел. И не потому что мне там не хватит времени их сделать, а просто я понимаю, что у меня мозг вот так вот кипит. В тот момент, когда я вот перешла на этот метод записывания всего-всего-всего, да, и структурированное по определенным папочкам, я поняла, что когда этот метод я внедрила, я вдруг стала более каким-то спокойным, сфокусированным, сосредоточенным человеком. То есть мне стало гораздо проще взять и сесть, и делать какое-то дело, да, сосредоточиться на нем и не отвлекаться. Потому что момент записывания какого-то дела, да, или какой-то информации куда-то, оно для вас является таким, фух, типа гора с плечи упала, да. То есть ваш мозг в этот момент чувствует себя гораздо легче, свободнее и спокойнее, потому что он знает, что это никуда не денется, и ему не надо об этом думать. Если вы себе говорите, что, ой, да у меня и так нет времени, еще что, я буду тратить время на то, чтобы все это записывать. Так вот, ребята, именно потому у вас и нет времени, потому что ваше время неорганизовано, потому что ваш мозг перегружен информацией, у вас в голове полный хаос, у вас налицо как бы неорганизованность, вы тратите лишнее время на то, чтобы что-то вспомнить или какую-то информацию разыскать, с которой вы сталкивались. И поверьте мне, гораздо лучше потратить время на то, чтобы, ну, поначалу придется, конечно, чуть больше времени тратить, чем потом, когда система устаканится. Так вот, лучше потратить время на то, чтобы эту систему разработать и внедрить в свою жизнь, и потом всю жизнь ей пользоваться, да, чем пытаться искать какие-то магические способы, как мне стать более эффективным, но не затрачивая на это ни времени, ни сил. Тоже очень интересный принцип GTD, который я обязательно хочу рассказать в этом видео. Я уже говорила в самом начале, что эта система очень простая, да. Простая не в смысле, что ее легко реализовать, да, что она сама за вас реализуется. Нет, вам придется потратить время на то, чтобы какую-то вот структуру этих списков дел создать, структуру того, как вы будете хранить информацию. Но когда вы это создадите, да, потом уже этим пользоваться довольно-таки легко. Но система, на самом деле, проста в том, что она не используется никаких сложных вещей. И даже в каких-то таких вопросах, там, планирование проектов в будущем, да, или планирование там своего времени, расписание на день, на неделю, эта система тоже пользуется максимальной простотой. Что это означает? Например, очень часто, да, мы склонны планировать себе дела на всю неделю. То есть мы такие открываем ежедневник, так, в понедельник я сделаю то-то, то-то и то-то, во вторник я сделаю, значит, то-то, 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 в среду я сделаю то-то, то-то, и так вот мы расписываем на всю неделю, или там даже больше. Эта система GTD, она противник такого подхода. Никогда не планируйте дела на всю неделю. Потому что ни один нормальный человек не обладает самой дисциплиной, он может сколько угодно думать, что он обладает, но реально он не обладает, чтобы быть уверенны на 100%, что вы эти дела сделаете. А в чем проблема, да, в том, что мы не уверены на 100%? Что когда этот день наступит, у вас еще будут какие-то внешние обстоятельства, которые могут вообще все полностью поменять, да, у вас может возникнуть какая-то встреча важная, или вы там вот здесь заболеете. Так вот момент того, что вы что-то запланировали, но не сделали, вас очень сильно демотивирует. И у вас, на самом деле, это будет еще меньше мотивации, меньше какой-то такой решимости делать дела. То есть, когда вы, наоборот, что-то планируете и выполняете это, у вас появляется такое бодрое настроение и готовность делать еще больше. Не подкладывайте себе такую подставу, да, в виде того, что вы заранее себе роете могилу тем, что вы не сделаете. Планируйте только на сегодняшний день. Единственное, что вам нужно на неделю, может быть, расписать, это какие-то дела, точнее даже события, которые обязательно должны произойти в этот день, например, чей-то день рождения, да, или какая-то встреча, или какое-то событие, или какое-то мероприятие, или, например, там, вам нужно в этот день обязательно там заплатить за интернет и так далее. Да, такие вещи можно записать, то есть, те вещи, которые гарантированно должны произойти в тот день. Но дела, которые, например, там, написать новую статью, да, не обязательно должны произойти в этот день или накануне, или в следующей, не записывайте их наперед, оставьте их в общем каком-то списке дел. То же самое, например, касается проекта, вам нужно сделать какой-то проект, да, вы садитесь, составляете какой-то огромный список, значит, на этой неделе сделать то-то, на следующей неделе все, на этом, через месяц то-то, и расписать подробно. Так вот мне нужно написать такое-то письмо через неделю. Так, для того чтобы написать это письмо, мне нужно распечатать то-то, составить то-то, не делать вот такие вот подробности. Да, вы можете накидать какие-то там основные пункты, то, что называется, milestones, когда примерно там для себя прикинуть, когда примерно что у вас должно быть сделано. Но подробный план делайте только на ближайшее время. Например, у вас куча-куча проектов, просто возьмите по каждому из этих проектов, напишите, какое следующее дело должно быть сделано. Одно дело для того, чтобы этот проект calculался с мертвой точки. И дальше вы в свой там список на день выберите что-то из этого. То есть это самый простой способ. Потому что если вы по каждому проекту напишите там 10 пунктов или даже 5, а, например, таких у вас проектов с десяток, то вы 50 пунктов никогда в день не сделаете, да, вы можете за неделю даже не делать. И в двух словах расскажу про непосредственную имплементацию этой системы. Я довольно-таки давно пользуюсь системой, еще до того, как я завела Bullet Journal. И раньше я это все ввела в электронных списках. У меня была программа, которая называется Wunderlist. Есть очень много разных программ в телефонах, да, которые удобнее. Но вот если вы пользуетесь электронными системами, то, мне кажется, Wunderlist одна из самых удобных. Вы можете этот Wunderlist поставить на компьютер, поставить на любое неограниченное количество, там, не знаю, таблетов, телефонов и других девайсов. И, соответственно, все это между собой синхронизируется. Но, как я уже говорила, как некоторые из вас знают, я пришла на бумажную систему ведения дел, то, в принципе, все те же принципы, которые есть в системе GTD, я реализую в своем Bullet Journal. То есть, все те списки, о которых я говорила, все это у меня есть в Bullet Journal. То есть, на каждый этот список у меня есть отдельная страничка, либо разворот, если требуется больше места, и туда я все это выписываю. Ну вот, я рассказала вам об основных принципах системы Getting Things Done. Если вам уже что-то из этого понравилось, то я очень советую прочитать книжку, которая написана Дэвидом Алленом, которая, в общем-то, рассказывает об этой системе. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео кому-то было полезным. Если это так, не забывайте ставить пальцы вверх. Тогда я буду знать, что я снимаю полезные видео. И обязательно пишите в комментариях, если у вас остались какие-то вопросы. Ну и все, до встречи в новом выпуске. Пока!